МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Давайте остановим бездомное строительство на территории нашего города-курорта Анапа. Открытый диалог. В городском театре общественники советовали и задавали вопросы депутату Госдумы и градоначальнику. Пришел с той стороны железной дороги, попил воду и опять ушел туда же. Трагический случай на железной дороге. С какой целью вы напали? Чтобы оказаться на теле. Напал на ребенка, сбил с ног, нанес ножевые ранения. Сегодня в нашем городе работает депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. В городском театре член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов вместе с исполняющим обязанности главы курорта Василием Швец провела встречу с общественниками. Откровенный диалог продолжался более двух часов. Львиная доля вопросов была адресована новому градоначальнику. Василий Швец настроил пришедших сегодня анапчан на конструктивную беседу. Изящный и обаятельный депутат Государственной Думы Светлана Викторовна, человек позитивный, опираясь на цифры, разложила, как обстоят дела в Краснодарском крае, немного статистики. За пять лет Кубань сократила долг, который относится к временам организации Олимпиады в Сочи, на 61 миллиард. Построены 72 детских сада, 50 школ, 50 пристроек, 66 детских сада отремонтированы. Я сказала уже, что на Кубанье помогают многодетным семьям. Для третьего ребенка постоянно растет выплата с 2018 года. Мы ее вводили, и сегодня это уже почти, прошло почти минимум. Кроме того, эти семьи имеют полное право получать федеральную поддержку. Более того, у нас 8 тысяч земельных участков на Кубанье выданы как раз семьям многодетным. Пандемия забрала из бюджета края 30 миллиардов рублей. Но позиция губернатора – ни одну социальную статью даже при таких выпадающих не сокращать. И не сократили. Это, на мой взгляд, весьма важно. Очень важно для наших людей, которые тоже пострадали в период пандемии. Кто-то потерял работу, кто-то потерял доход постоянный. Конечно, эта помощь очень мне очень нужна. Общественники вновь и вновь задают вопрос застройки Анапы. Да, он тревожит. Прозвучал он и сегодня. Давайте остановим бездумное строительство на территории нашего города-курорта Анапы. Это из-за стройки нашего микрорайона на высоком берегу. В 92-м году, когда я была депутатом Совета нашего города-курорта, Юрий Владимирович Васильевич говорил, что там строительство ни в коем случае нельзя производить, потому что там может быть движение пластов. Василий Швец обратил внимание, что важно спроектировать генеральный план Анапы, современный, отвечающий стратегическим планам развития, и уже подписываются документы по его разработке. Что касается застройки, не самую популярную меру, немножко такую волевую. Я принял вчера первую, вы, может быть, наверное, тоже смотрели, читали в средствах, в социальных сетях. Разрешение на строительство, которое было выдано еще в 2016 году, я вчера его отменил. Если знаете, где... Общая задача – сохранить и развивать детский отдых. В планах с помощью Светланы Бессара привлечь к работе над этим вопросом специалистов Минздрава и коллег из других ведомств Федерального центра. Необходимо понимать, как и чем можно помочь детским санаториям. Как заметил Василий Швец, мало сказать – санаторий не закрывайся. Должен быть основной вид экономической деятельности. И на этот основной вид экономической деятельности, когда мы его вновь введем, мы будем просить коллег из Федерального центра, чтобы нам помогали, из федеральных наших государственных службщиков, чтобы мы его ввели. И на него, вот как на стержень, как на ел, мы уже будем дополнительные преференции, с одной стороны, и субсидии, или там дополнительное федеральное финансирование, с другой стороны, как игрушки, да и он уже будем навешивать. Общественники задают самые разные вопросы. Строительство поликлиники, школ, водоотведение, федеральное финансирование объектов курорта – все вопросы, по которым еще много вместе работать. Ведь Анапа – это, по сути, детская федеральная здравница. Анапа – это санаторно-курортные учреждения. Это большие уже наработки в курортологии. И мы не должны все это потерять. Не должны потерять при бездумной застройке. Именно поэтому последние решения губернатора были связаны с безусловной поддержкой анапчан в вопросах развития Анапы, в вопросах развития круглогодичного. Потому что, да, мы понимаем, что курорт – это не круглый год. Но у нас в Анапе есть возможности для развития, в том числе и туристического. У нас огромное наследие. Наследие еще со времен Древнего мира. Более двух часов общения Светлана Бессарап обращается к залу. Можно сказать уверенно, в Анапе состоялось гражданское общество. Сегодня были критика, советы, конструктивные предложения. И все они звучали прямо и открыто. Вадим Иванов, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. Трагический случай на железной дороге. На перегоне Анапа-Гастагаевская поезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину. Некоторые подробности происшествия у Алексея Дивейкина. 24-й километр перегона Анапа-Гастагаевская – участок пути с ограниченной видимостью. Впрочем, разрешенная скорость движения поезда «Ласточка» здесь до 100 км в час. Так что сегодня утром местные жители были удивлены, увидев на путях стоящий поезд. Оборудованных переходов через пути здесь, в районе поселка Пятихатки, нет. Но это не мешает пересекать железную дорогу всем желающим. Ну, бывает, бывает. Не так часто, но бывает. А когда в последний раз видели? Вчера в обед молодой парень, ну так, может быть, ближе к 30 годам, подходил к нам, воды попросил. Я ему дала водички, он попил и пошел. Он пришел с той стороны железной дороги, попил воду и опять ушел туда же. Ну, на мой взгляд, он немножко был не то выпившим, не то… ну, не совсем в адеквате. Увидел у нас бассейн, зачем вам этот бассейн? Ну, что вы… ну, как, зачем? Бассейн для того, чтобы в нем купаться. Ну, вот, видно было, что вопросы он какие-то… как ребенок задает? Непонятно. Был ли этот странный гость тем самым человеком, который попал под колеса «Ласточки» сегодня, в половину шестого утра, еще предстоит выяснить. Машинист поезда совершил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. 29-летний мужчина погиб на месте. Все обстоятельства сегодняшнего ЧП выясняют сотрудники транспортной полиции. Пока непонятно, почему молодой человек находился на путях в столь ранний час. Впрочем, железная дорога является источником повышенной опасности в любое время. Алексей Дивейкин, Михаил Попов. Анапа. Регион. И еще одно заметное происшествие. В Анапе произошло нападение на ребенка. В 12-м микрорайоне иностранец ранил ножом девочку. Сбив ребенка с ног, мужчина несколько раз ударил ее в спину и живот. После пытался скрыться. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемого задержали по горячим следам. А девочка была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое. Преступление произошло прямо во дворе многоквартирного дома. Две подруги шли в библиотеку, как вдруг на них набросился мужчина с ножом. О случившемся нападавший сам, хладнокровно и без эмоций, рассказал в отделе полиции. Подошли две прохожие. На одну из них я напал, сбил с ног, нанес от трех до пяти ножевых ранений куконным ножом. В городе Анапе во дворе многоквартирного дома неизвестный мужчина напал на девочку. Он нанес ей несколько ножевых ранений в область спины, после чего попытался скрыться. По горящим следам сотрудниками патрульно-постовой службы отдела ЕМОДРОСИ по городу-курорту он был задержан и доставлен в отдел полиции. Девочку отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое. Подруга потерпевшей не пострадала. По словам нападавшего, он не хотел ограбить подростков. Причина, по которой жизнь Анапчанки оказалась под угрозой, кажется совершенно дикой. За что задержали вас, расскажите. Задержали за нарушение закона. В чем выразилось нарушение закона? В том, что пострадал гражданин Российской Федерации. То есть вы напали на гражданин Российской Федерации? Ну да. А с какой целью вы напали? Чтобы оказаться в отделении. Ясно. Ну и чтобы общественного порядка никак не коснулось мое вообще поведение в целом. Сейчас ведется следствие, а медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. И завершим выпуск позитивной информации. Близится 1 сентября. В новом учебном году более 12 тысяч школьников Анапы будут обеспечены горячим питанием бесплатно. Это учащиеся начальных классов 27 муниципальных школ. Задачу обеспечить учеников с 1 сентября 2023 года бесплатным питанием поставил президент России Владимир Путин. Краснодарский край готов приступить к выполнению поручения уже в этом году. Напоминаем, что в понедельник на планерном совещании с администрацией, исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец, поручил обеспечить бесплатным двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Далее информация о партнерах нашего выпуска. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok